Добрый день, дорогие жители и гости города Судака. Мы находимся возле реки Суксу, в поселениях Суксу, возле лучшего в свое время ФАПа, построенного еще при Украине по линии Межнация. Это был лучший ФАП в нашем Крыму. Было торжественное открытие, пересдали ленточки, благодарили партию Родина и регионов. В общем, поработал он не больше двух лет. Почему-то он не прижился, его закрыли, открывали. Штатные работники работали в городе, в больнице, а здесь потихоньку он начал разрушаться. Кончилось с тем, что все тут поразбивали окна, двери, все, что можно, переломали. Отопление разморозили, и уже 4 года он стоит, как памятник нашей бесхозяйственности. Даже сегодня мы уже больше двух лет живем, вернувшись в Россию, а ничего не изменилось. Просто грустно смотреть, неужели в таком громадном поселении, громадном поселении, понимаете, неужели такой объект, он тут лишний. И люди должны пользоваться скорой помощью, вызывать помощь нашей с города или пользоваться услугами об аудитории в дачном. Ну, последние наши запросы получили мы ответ главврача, что это здание намечает дать под жилье медработникам. Прошло 3 месяца, как получен ответ, пока ничего не изменилось. Все, что сделали, это еще летом замглавврача поставил, понимаешь, что стекла застеклил, как было, все неухоженно, ворота заварены, разрушены, полная разруха, полная разруха. Вот я бы так боюсь, что вот скоро будет открытие детского садика, в дачном, 28 числа намечается, вроде бы. Не дай бог, чтобы такая судьба при России, объекты, построенные за деньги, какой-то месяц, какие деньги, вот такая судьба не постигла. Вот полиция ищет опорный пункт для полиции. Ну, давайте передадите полиции, большой район, пускай это опорным пунктом, ну, любые другие аптеки, ну, что-нибудь же нужно делать или жилье дать. Нет врачей, нет персонала, нет жилья. Вот стоит готовый. Работайте и живите здесь. Ну, Казим Викторович, ну, пора какие-то решения принимать. Нужна помощь, обратитесь, поможем, что-нибудь подскажем, давайте обсудим это дело. Но так же нельзя. Мы же на этом примере воспитываем наше поколение в не лучшем виде. Вот парадный вход в ФАП. Тут уже нет никакой наглядной агитации. Все, что можно, вырвано. Тут ганами не убиралось, тут молодежь распивает пиво. Мусор никто не убирает. Это называется воспитание подрастающего поколения. На базе медицинского учреждения. Не хочу комментировать, потому что мы Владимир Николаевич вместе с Константином Викторовичем приехали сюда вместе с Сергеем Александровичем и посмотрели. Я не хочу злобствовать, не хочу критиковать никого. Но что-то ж нужно делать. Так же невозможно. Это же наши деньги или международные деньги. Еще хуже. Продолжение следует...